Ассалам алейкум, романтий ла алмазабин, баяна бүгэхээ колуа шабавын соншууу януар аласан бай бихуң налога зулуаб Система шүр налога алтай алшууу Система алдаа арунагу цуда амаагал хийса басял Гэхсар ал хийса бас ясда хүрхун хасаб дандаршлаги Өтсумуугана бүгэхээх рауна ла дабүгээб рауна зоржасэб налога зулуаб инспекция алгүн районашул нүхмаршлий алтсадах Раунашул администрация алшул дан шабавын заалда Энэ им ухгаан або налога зулуаб инспекция алшул нүхмаршулыаз Саға бася ісгейл алға жаға білдің! Энэ им ухгаан бицэннн гааа дан CLАРАЗул сүғал-жаға бал гэттуна Кээнн хүгэнгээг жағагааағын Сынаглоплательщики с Нового года перешли на единый налоговый платеж, коротко ЕНП, который подразумевает собой уплату единых налогов одним периодом денежных средств на единый налоговый счет. Отказаться от нового порядка использования единого налогового счета нельзя, он обязателен для всех налогоплательщиков. Данное нововведение позволяет упростить работу бухкалтером и исключить ряд ошибок при уплате налогов. Так называемого единого налогового счета, налоговая самостоятельно будет списывать денежные средства в счет погашения налоговой задолженности по мере наступления срока платежа. Иными словами, НС – это консолидация всех обязательных платежей налогоплательщиков в единую сумму для расшлота налогоплательщика с бюджетом. А теперь коротко порядок уплаты, как изменился в связи с сведениями института ЕНП и НС. Для пополнения ЕНС необходимо сформировать одно платежное поручение, которое имеет одинаковые реквизиции. Меняются только ННН налогоплательщика и сумма платежа. Сформировать также это платежное поручение можно в личном кабинете платежника на сайте налоговой. Если же вы все равно будете перечислять налоги по-старому, указывать отдельные КБК по каждому сумму налога, эти суммы все равно будут зачтены на ННС. Хоть как вы будете не уплачивать, по новым порядкам будет на счет садиться деньги, чтобы понятно было плательщикам. Но есть некоторые исключения. Например, перечислять отдельным платежом, платежным поручением на определенный КБК, например, взносы на травматизм, нужно будет отдельным КБК. Так как их не администруирует ФНС, администруирует Социальный фонд России. Распределение налогов ФНС будет осуществляться в порядке следующей очередности. В первую очередь будет погашаться недоимка за должность наиболее ранним сроком. Вторую очередь начисления с текущим сроком уплаты. И последнюю очередь пени, проценты и штрафы. Если денежных средств на счете недостаточно и сроки уплаты налогов совпадают, то единый налоговый платеж распределится пропорционально суммам таких обязательств. Если же сумма на счете положительная и налогоплательщик хочет зачетить ее на конкретную налогу, то необходимо заполнить заявление о зачете. При этом, потому какая сумма на счете останется, отрицательная или положительная, налогоплательщик всегда может вернуть это. Если положительное вернуть, если отрицательное, он должен получать за бюджет. И вернуть тоже сейчас проблем нет. Если у него переплата есть, положительные салты имеются в виду по новому порядку, он может в течение одного дня вернуть деньги. Написав специальное заявление, ему это вернуть. И теперь, с этим нововведением, ситуация, по которому одновременно будет недоимка по одному налогу, а переплата по другому налогу исключается. Такого не будет уже. Продолжение следует... данды худгой джоудар гуэл бэл ойс балансир нэ врсэн коля б вхоя, цо шоуталдай адээн эсэлэн хобарайхань, адпээн гөрэшээб. Адэн хэлээ ба юхэа. Авсаал дэн ханжээ этот хэдсэ дон был дандыр хэлдагээ, бэйтсээн дуу зулсууа алааза жаообал бэлгээлгээлэн иншалээн бич гэбатэсээ бэгэээ гээхэ, Мы позволили закономить налоговую службу, на территории республики, на законодательном оборудовании, на территории оборудования, в том числе, и на территории налоговых налогов, на территории земли, имущественной оборудования. Они не могут быть предоставлены в районах? Здесь в районах, в районе, любые, меграйонные структуры. Транспортному налогу юридические и физические лица в 2022 год за месяц $38 млн. 972 рубля. Налог на имущество физлиц по всему району 2 миллиона 782. И земельный налог. Юридические и физические лица по 8 миллионов 915. Ботсих районов шел по транспортной налоги шел 1 миллион 126 рублей. Земельный налог по Ботсельскому району поступил отдельно 2 миллиона 522 рублей. Субтитры предоставили наступление в катастрофу. Какие оборудования пациента, в том числении и в катастрофе? Какие оборудования в Коутина? Это надо было в Коутинах и в Коутинах. В Коутинах в Коутинах в Коутинах передача делается отдельно. После храйонного транспортного налога задолженность около 46 миллионов 392 рубля. Налог на имущество физлиц 1 миллион 228 рубля. И земельный налог физлиц 2 миллиона 450 рубля. Имущество не из земельного налога, обстановка кем-нибудь храйонда? Ну, имущество, земля, вот при задолженности 1 миллион 228 рублей поступило всего 305 тысяч. Если у них есть задолженность, то есть если у них нет денег? В основном, Нитлер Адамазул до сих пор, налоговой культуры нету, и не научились еще платить налоги вовремя. И вот это основное, вот это глава администрации тоже старается, но тем не менее, поступления очень низкие по имуществу и на земле. В основном, Нитлер Адамалова, Маду Аликсалву районных районов, Нужмеж района, Хидовка, Учетом долг оборота налогозакондации, то есть задолженность, что ситуация, обстановка есть, там, кей, бутented налогоплательщик уже есть. Основная проблема налогоплательщика на границе от запрета пристава, когда задолженность превышает более какой-то суммы, запрет на выезд. И получается, что Казахстан на границе от запрета не пропускает. Даже если они уплатят, на тот момент, что там нет платежа. Даже если он уплатил, даже справки он с представлением возьмет. В программе есть задолженность. Уплатить задолженность выезжает. Проблемы в этом году открыли нам. Нормально. Поэтому на это хотел обострить внимание. Есть информация о задолженности, налоговой задолженности, на граждан, на предприятии, на организаторах АШТУРОВ и других. Есть информация о нижних инспекциях. Можно через личный кабинет. Мы всеми возможными способами будем помогать. В свое время уводимлениями говорит Ула ЗОК, платежщик ЗОК, налоговый ЗОК или Адама ЗОК. Но, видимо, уводимления АМЕРС и ЗОК по месту регистрации не живут, поэтому не доходят, видимо. Поэтому не видят свою задолженность. Вопросы вычета, вопросы льготной или упрощенной формы, чтобы облегчить налоговую добычу. В 2023 году льготам изменений нет. Для помощи налогоплательщикам разобраться во всех нюансах нового порядка использования АЭС. Налоговиками создана на сайте ФНС промостраница. Настоятельно рекомендовал бы всем плательщикам с ней ознакомиться. Поскольку там в частности собрана полезная практическая информация. А также есть ссылка на раздел сайта ФНС с вопросами и ответами ИМП. Очень хорошо там освещено. Можно зайти и... Сайты Штуб? Да, да. Как туда зайти? Промостраница в интернете сейчас любой. Если даже взрослые люди не могут, молодежь подскажет им. Просто поисковый кук? Да, поисковый кук. Сайт ФНС и там специальная промостраница. Моментально, там проблем нет. Да, вот и все, что имели, что были, что были информации, которым мы хотели бы имели совокупать, где мы могли бы иметь два комиссия, с кем-то тех пор, когда мы бы могли бы иметь два комиссия, чтобы их было бы, а то, что мы могли бы иметь от этого, не было бы. Да, да. А теперь нужно помочь. Мы получаем информацию на территории и фактор проекта, на территории инспекции, заместитель Иман Шаприев, Абсолют. Владимир Мухаммадович. Коваль.